Елисей начинает с хорошего защитного действия, впрочем как и Зенит, здесь средний открытый, ну и легкие два очка пока у Бояна, так чтобы это касалось набранных очков Джеремай Мартин. Ну, двойная опека на него пошла, Ксевер делает передачу, Мартин забирается под кольцо и набирает, Торопов сместился, но не смог сделать хорошую передачу, Мартин идет под кольцо и забивает два. Четырех издали и один точный двухочковый, Карпенко на Джеремая Мартин, Енисей может счет сравнять, Мартин. Дублевич по два фала, Мартин, пять секунд, Джеремай идет в левую сторону, подвешивает мяч. Енисея у Джеремая Мартина в частности, он может вывести свою команду вперед, заслон Хопкинса хороший, средний бросок Мартину оставляют. С Ксевером защищается РТЛ, еще раз напомню, что Зениту не следует правил нарушать, так как соперник в бонусе. Для команды здорово, но Зенит, Зенит включается, Зенит во второй четверти выглядит увереннее, правда. Пытался двигать, атака была неплохая, но только подвела реализация Джеремая Мартин, 21. Хантер Курич сам пойдет, накрывает его Микел Хопкинс и контратаку Енисея Ратен Мейс бросает издали и попадает. К собственному кольцу, чтобы помочь. Мартин, наполошу он вот тут, вот тут спокойно, уже на самом деле. Разница стоит, что такая весьма опасная. Бобич, да ну ладно, сразу! Против Курича, изоляция, 5 секунд, Мартин отступает в сторону и забивается. Победу, три очка в одном владении, Ратен Мейс вперед, Беленков, Цевер Джеремая Мартина. Это кочка. Продолжение следует...